В Волгограде следователи устанавливают всех причастных к трагическому инциденту в городском парке, где погиб 12-летний школьник. Он утонул в фонтане. Мальчик, как и другие дети, купался там в жаркий воскресный день. В какой-то момент его стало затягивать на дно технологического отверстия, где работали насосы. Оказалось, сток почему-то не был закрыт решеткой. На помощь бросились несколько взрослых, но все их попытки вытащить ребенка оказались тщетными. Спасти его не удалось. Как выяснилось позднее, под документом этого фонтана вообще не существует. Его открывали в спешке к недавно прошедшему дню города. В рамках возбужденного уголовного дела задержана местная чиновница и бизнесмен. Руководительница муниципального учреждения ЖКХ, проигнорировав все предусмотренные законом процедуры, привлекла для проведения работ подрядную организацию, которая в свою очередь нарушила требования безопасности и сдала фонтан, когда он фактически еще не был готов к эксплуатации. Конечно, халатное отношение к своим должностным обязанностям непосредственно должностных лиц, а также лично общался с директором, осуществляющим строительство. И на такие элементарные вопросы, даже чем регламентируется ваша деятельность, как должен сдаваться этот объект, какие комиссии должны, то есть человек, еще раз повторюсь, генеральный директор объяснить не может. Добавлю, после гибели школьника в Волгограде отключили еще один фонтан, построенный тем же подрядчиком. Специальная комиссия проверяет его техническую исправность и безопасность.